Ну вот и добрались мы до финального этапа, до нанесения на модель пигментов. В данном конкретном случае наш танк покрыт только небольшим количеством песка. Он десантировался, вышел на песчаный пляж, немножечко покрылся песком и песчаной пылью. И в общем-то в этот момент он и был сфотографированный, и соответственно этот момент мы и хотим воспроизвести. Соответственно для работы нам понадобится вот такая вот жидкость Light Dust Deposit от АК. Она в общем-то по цвету достаточно неплохо напоминает такую песчаную пыль, слегка подсохшую. Также нам понадобятся сухие пигменты, европейская пыль, но она тоже на самом деле довольно песчаный имеет оттенок. А также вот такая вот, к сожалению, потерялась у меня верхняя этикеточка, поскольку у этой баночки уже лет 10. Но тоже песчаный цвет, я думаю, что я восстановлю, что это было в описании и соответственно укажу. Также нам для работы понадобятся разбавители. Ну я думаю, что будем пользоваться разбавителем без запахов. Вот этот более неедкий, он нам, его едкость вроде бы сейчас ни к чему. А также несколько кисточек синтетика, которую не жалко, какая-нибудь китайская единички-двоечки. И щетинка номер 6 плоская, ей будет очень удобно растушевывать наши жидкости по модели. Начнем мы с жидкой химии. Значит, она нам позволит сымитировать въевшуюся в борта, в нижнюю часть танка, вот эту самую пыль. В дальнейшем мы также немножечко добавим пыли на уже сухими пигментами. Кроме того, поскольку пигмент штука достаточно грязная, я настоятельно рекомендую использовать вот такую вот бумагу обычную, для того, чтобы наше загрязнение, наши пигменты не запачкали нам все рабочие поверхности. То есть проще выкинуть бумажку, чем отмывать, очищать стол. Тщательно мешаем. Вот видите, уже пыль посыпалась из-под нее, из-под этой баночки. Немножечко переливаем в емкость для удобства работы, для того, чтобы у нас не пересыхало, для того, чтобы кисточкой не своротить эту банку. И кисточкой номер два начинаем аккуратненько наносить на нижнюю поверхность. Буквально хаотично, потому что мы в будущем будем растушевывать эту самую пыль. Ну и, соответственно, желательно залезть везде, где только можно, потому что пыль есть пыль. Она покрывает абсолютно все поверхности нижней нашего танка, забивается везде, где можно. Соответственно, если где-то будет проплешен, это будет выглядеть неестественно. Вот так вот везде это все покрываем. Ну, если где-то микропроплешенки остались, тоже ничего страшного. В будущем мы поймем, почему в этом нету какой-то глобальной проблемы. Также не забываем вот эти вот нижние части покрывать надгусеничных полок, потому что очень странно бывает, когда на выставке смотришь на модель, а у нее ходовая вся грязная, под надгусеничной полкой абсолютно чисто. Ну, так же не бывает. Очевидно, что пыль, она забивается практически везде. Большую интенсивность стараемся давать к углам, меньшую интенсивность к каким-то выступающим поверхностям или каким-то легко доступным, с которых может грязь, пыль стираться. Так вот равномерно распределяем кисточкой. Кисточку, ну, я думаю, понятно, почему надо брать кисточку, которой не очень жалко, поскольку мы с ней все-таки достаточно грубо обходимся. Ну, может возникнуть вопрос, а зачем мы тогда все так тщательно прокрашивали? Ну, вы увидите, что мы в будущем сделаем это покрытие чуть более прозрачным. Соответственно, все наши цветовые переходы, которые мы делали, они на самом деле еще проявятся. Ленивец в обязательном порядке тщательно проходим. Стараемся только не заезжать сильно на беговую дорожку, на беговую поверхность, где соприкасается с гусеницей, поскольку там как раз-таки у нас грязь не особо задерживается. Ну, и, в принципе, идеологически стараемся пыль, грязь в меньшем объеме наносить на движущиеся части, чем на какие-то заглубления ходовой части. С движущихся частей все-таки под воздействием центробежной силы у нас гораздо быстрее сбивается и теряется загрязнение, чем в каких-то глубинах. Аналогично делаем внутренние части и, в общем-то, покрываем всю поверхность. Ну, я думаю, что здесь совсем уж так глобально большого смысла это делать нет. Теперь мы таким образом поступим. Мы возьмем наш разбавитель. Забыл сказать, что нам в обязательном порядке понадобится салфетка, но, в общем-то, как на любые красочные работы, опускаем кисточку в разбавитель, щетинку, растушевываем ее немножечко, размягчаем. И вот, например, вот здесь вот мы видим, да, грубые следы от кисти. Мы просто вертикальными движениями берем и аккуратненько вот так вот проходим. И по-моему нам надо аккуратно вот так вот сверху вниз пройти все поверхности. Ну и, соответственно, с колесами мы вот такими круговыми движениями это сделаем. Таким образом у нас пигменты немножечко растушуются, немножечко размягчатся и будут выглядеть уже гораздо более естественно. Плюс у нас появятся характерные такие следы от влаги, которая спускается вниз и оставляет следы. То есть, чтобы у нас было не совсем все грязное, да, а только такая легкая пыль. Потому что если у нас мы бы делали все совсем грязное, ну тогда не было бы смысла действительно вот заморачиваться со всеми предыдущими этапами, со смывками, с отбойками границ и прочим. Аналогично делаем части тележек. Так вот вниз их протаскиваем. То есть, мы здесь две задачи решаем. Во-первых, мы добавляем вот эти вот полосы. Во-вторых, мы убираем излишки. А в-третьих, мы делаем покрытие более равномерным, более естественным за счет того, что кисточка у нас убирает излишки пигмента. Соответственно, у нас должно появиться такое легкое, полупрозрачное покрытие. Вполне естественное, именно как такой мягкий след от пыли, которая осела на танк. То есть, мы здесь жидкую грязь какую-то глобальную не рисуем. Просто легонечко запыляем. Ну и теперь, когда у нас уже чуть-чуть подсохла внутренняя часть, мы дополнительно растушуем и борт корпуса, и надгусеничную полку тоже для того, чтобы они выглядели более естественно. Так вот мы ее растаскиваем. Она сама хаотичным образом распределяется, а нам этого, собственно, и нужно. То есть, мы хотим создать такой некий небольшой беспорядок. За что я, в принципе, люблю вот эти вот акашные эмали, это именно за то, что они дают в целом достаточно полупрозрачный слой. То есть, у нас предыдущие наши слои тоже видны. Опять же, если нам что-то не нравится, мы можем либо подрастушевать еще раз при помощи жидкого разбавителя, либо, если нам кажется, что надо просто чуть-чуть что-то подкорректировать, мы берем сухую кисточку, тоже щетинку, и при помощи нее аккуратненько все проходим и корректируем уже на сухую именно там, где нам нужно, и именно так, как нам нужно. Крутим, естественно, постоянно, так как нам это удобно. И вот такими вот вертикалями, нерегулярными, проходим и все подчищаем. Вот здесь у нас получилась проплешинка, тоже можно ее подправить. А можно, в принципе, и оставить. Опять же, пыль у нас скапливается нерегулярно. Тут возможны художественные допущения. Ну и вот примерно так. Теперь надо подождать, пока у нас все подсохнет. Но я думаю, что основной принцип понятен. То есть максимум скопления у нас находится на каких-то потаенных местах. Причем это естественным образом получается, поскольку нам туда и кисточкой добираться неудобно. И, естественно, много получается на прямых углах. То есть, соответственно, прямо под надгусеничной полкой и так далее. В общем-то, в жизни пыль скапливается там точно так же, поэтому, соответственно, работать легко и достаточно понятно. Ну и я думаю, понятно, почему мы сильно не заморачивались с тонировкой вот этих, например, деталей. Что мы все равно покрыли их достаточно таким плотным слоем пигмента. И, естественно, никакая тонировка на них особо уже видна бы не была. Тем более, что там еще и у нас тень находится. Соответственно, рассчитывать на то, что там что-то будет хорошо видно, ну, просто никакого смысла не имеет. Даем подсохнуть буквально там 15 минут. И смотрим, что получилось. Вот, кстати, мне кажется, здесь чуть-чуть слишком гипертрофированы получились вот эти вот полосы. Опять же, берем их и аккуратненько подрастаскиваем. То есть, процесс длящийся. Благодаря тому, что у нас все покрыто слоем лака, процесс еще и полностью обратимый. Теперь займемся бортами. Ну, по фотографиям прототипа видно, что борта по нижней части тоже не идеально чистые. Соответственно, опять же, берем нашу вот эту вот смесь. Можно немножечко излишки убрать, поскольку нам не очень много надо будет. Ну, и хаотично наносим вот тоже ближе к краю вот такую вот наметочку, чтобы показать именно подсохшую пыль. Можно несколько следов дать на надгусеничных полках. Ну, тут без фанатизма. Здесь совсем легонечко. Вот здесь вот на брызговичке. Можно чуть-чуть на вот этой боковой поверхности. Вот здесь уже поменьше, поскольку здесь надгусеничная полка. И, соответственно, пыли будет гораздо меньше. Далее берем, опять же, кисточку и вот такими вот вертикальными движениями. Главное, чтобы все было, опять же, строго перпендикулярно земле. Начинаем растушевочку. Тщательно все проходим. До самого верха желательно чуть-чуть не доходить. Ну, и такая должна появиться легкая неравномерность. Вот здесь у нас немножко пыль попала от того, как мы наносили на ходовую часть. Соответственно, тоже вертикальными движениями подрастушевываем. На вот таких поверхностях, как надгусеничные полки, здесь нам нужны круговые движения. Здесь грязь вот таким образом распределяется. Ближе к концу она опять начинает стекать вниз. Соответственно, делаем вот такое движение. Здесь, опять же, чуть-чуть подрастушевываем. На запасные драки вполне можно тоже капельку нанести. Ничего страшного, они тоже пачкаются. В общем-то, как любая деталь танка. Буквально, если мы где-то видим, немножечко несбыточно еще проводим. Ну и можно оставлять сохнуть. Единственное, на что обращу внимание, если вы посмотрите на прототип, у него есть несколько еще вот таких вот горизонтальных царапинок, как будто на вот этой пыли. Соответственно, тоже ничего страшного. Подсушиваем кисточку немножечко. И делаем вот эти вот горизонтальные царапины. Они идут где-то от середины. Вот так вот мы делаем. И, соответственно, оставляем сохнуть. Но по нижней поверхности, я думаю, тут уже достаточно хорошо видно. Да, у нас проявляется пигмент. На колесах хорошо видна все еще граница между резиной и металлом, крашенным в зеленый цвет. Соответственно, в общем-то, предварительно своего нужного нам эффекта мы уже достигли. Теперь остается только подождать, пока разбавитель высохнет, а он сохнет не очень быстро. И убедиться, что результат в порядке, и переходить к следующим этапам. Ну, естественно, когда мы будем делать, обязательно в порядке достаточно интенсивно пылим здесь. Пылим внутреннюю часть катков в обязательном порядке. Ну, а на остальных бортах повторяем то же самое, что делали на этом борту. И здесь тоже снизу поинтенсивнее, сверху совсем чуть-чуть, примерно как вот здесь. Вот, кстати, уже начинает чуть-чуть проявляться наш пигмент. Я вижу, что его чуть-чуть многовато, но когда кисточка подсохнет, можно будет еще раз провести и опять убрать излишки. В общем-то, повторюсь, процесс абсолютно цикличный и совершенно обратимый. Ну вот, у нас пигмент подсох. Видно, что он немножечко избыточный, но в этом на самом деле тоже ничего страшного нет. Опять же, когда он сухой, мы дальше можем его продолжать корректировать, поскольку он еще ничем не закреплен. Берем ту же самую жесткую кисточку, главное, чтобы она была уже полностью сухая, и начинаем корректировать, то есть сбивать излишки. Опять же, вертикальными движениями, где-то сильнее, где-то менее интенсивно. Мы убираем, просто сбиваем вот эту вот пыль, которая уже подсохла немножко, соответственно, без особых проблем излишки у нас убираются. Смотрим опять же на фотографию и примерно пытаемся добиться того эффекта, который мы видим на фото. В общем-то, опять же, мне кажется, ничего сложного. Начинаем сверху вниз, чтобы у нас на верхней поверхности не попадали излишки пигментов, чтобы они все вниз ссыпались вместе с кисточкой. Ну и плюс, опять же, если мы видим, как вот здесь вот небольшие проплешинки, то они тоже стягиваются, и с верхней поверхности излишки у нас уходят. Делаем до тех пор, опять же, пока не получим результат, который нам нравится. Ну, мне кажется, вот так уже вполне похоже на фотографию. Здесь тоже излишки мы чуть-чуть растушуем, чтобы они были такие еле заметные следы. Ну и здесь, соответственно, тоже добавляем круговых движений. Немножечко вот так вот проходим. И получаем именно такой легкий слой пыли. То есть не вот сплошное такое покрытие, а именно легкое напыление. Оно подсыхает, опять же, немножечко начинает проявляться. Если надо, мы еще убираем, еще и еще. То есть это такой процесс, в общем-то, достаточно циклический. Ну, по тому, как получилось на нижней, на внутренней поверхности, мне кажется, все достаточно хорошо. Вот по каточкам, по колесикам надо пройтись, тоже сделать более равномерным. Во-первых, беговые дорожки. Снять с них излишек какой-то, чтобы они не были настолько вот прям грязные, грязные, поскольку на беговой поверхности все-таки у нас пыль плохо задерживается, она там взбивается о гусеницу и так далее. Это первый момент. Вот, ну, на одном каточке я покажу. Я думаю, что будет достаточно. Движения стараемся делать вот такие вдоль хода. И можно убрать чуть-чуть излишек на самом колесе, на, опять же, на выступающих поверхностях. Просто вот так вот боковой частью кисти мы проходим и чуть-чуть корректируем. И также внутреннюю сторону тоже вот берем и немножечко взбиваем излишки вот этой вот пыли, чтобы она оставалась у нас больше в углублениях, чем по всей поверхности. Ну вот, подсох пигментик. Примерно так, во всяком случае, на мой взгляд, это все у нас должно выглядеть, как минимум, на нижней части и на боковых поверхностях, подвергнутых более интенсивному запылению. Теперь пара слов о том, как изобразить менее интенсивное запыление. Мы точно так же возьмем депозит. Аккуратненько на кисточке смахнем излишки. И в каких-то местах, где мы предполагаем, у нас скапливается много пыли, буквально вот чуть-чуть добавим. Либо там, где ходит у нас экипаж. То есть там, где пыль есть, но ее не так много, как в районе ходовой части. Ну вот примерно так уже, на самом деле, здесь сделано. Но я продемонстрирую на камеру, как это у нас работает. Значит, наносим нерегулярными такими тычочками. Немножко пигментов в жидком виде. Можно вот здесь вот вокруг мест механика-водителя и стрелка, поскольку они тоже каким-то образом же забираются в танк. Соответственно, могут запачкать его поверхности. Аналогично те, кто забираются в башню. Ну и, естественно, обслуживание какой-то машины периодически ведется, поэтому здесь тоже на МТО, на крыше можно немножко добавить. Буквально совсем чуть-чуть. Теперь берем все тот же разбавитель без запаха, смачиваем кисточку и аккуратненько вот так вот растушевываем. То есть наша задача добиться такого совсем полупрозрачного, едва заметного эффекта. Причем, как всегда, мы подгоняем разбавитель каким-то выступающим частям, каким-то швам, то есть там, где у нас грязь больше задерживается. Вот так вот размазываем. Игунько. Вот здесь тоже можно, пока кисточка в пигменте, соответственно, жидкий пигмент позволяет тому пигменту, который на ворсе, тоже распределиться по поверхности. очищаем излишки и вот так вот продолжаем. Опять же, процесс абсолютно обратимый, то есть если где-то что-то пошло не совсем так, как ожидалось, мы можем просто в будущем потом опять же при помощи разбавителя аккуратненько снять. Ну, с матовой поверхности, конечно, не идеально снимается, но тем не менее. Если мы вот так вот попали на поверхность, которая уже сделана, аккуратненько сразу же растушевываем границу, для того, чтобы когда у нас разбавитель подсохнет, вот эта четкая граница не осталась явно видимой. Поэтому чуть-чуть вот так вот разгоняем. И, соответственно, у нас на этом месте еще мягче будет, соответственно, покрытие пигментное. Не забываем про кормовую часть. Это вот так вот хаотично мы набрасываем. Можно разбавителя даже побольше. Опять же, повторюсь, главное, чтобы у нас слой лака был хороший, чтобы у нас нигде ничего не подъело. Вот здесь вот на корме можно аккуратненько тоже пройтись по инструментам. Здесь, наверное, лучше пожиже, чтобы разбавитель сам растекся. Иногда в процессе работы, вот как сейчас, немножечко у нас отваливаются заранее приклеенные детали. Опять же, ничего страшного. Мы всегда можем подклеить. Вот здесь вот еще тоже подрастушуем. Теперь вот тут также у нас попал разбавитель. Опять же, мы его сразу же границу смягчаем. В этом на самом деле нет ничего страшного. Ну, конечно, в идеале работать так, чтобы у нас не вылезал на другие, на соседние грани разбавитель. Но понятное дело, что это практически невозможно, особенно если мы достаточно толстым слоем наносим. Поэтому точно так же его подрастушевываем. Главное, чтобы, опять же, не остался явный след, потому что это будет выглядеть сразу не очень красиво. Ну, башня абсолютно аналогична. Боковые поверхности башни у нас должны остаться практически чистыми. мы на них буквально там несколько точек вот так вот добавим для того, чтобы добавить какой-нибудь легкой такой все-таки неравномерности цветовой. Вот буквально вот так вот. Опять же, разбавитель вертикальными движениями по вертикальным поверхностям. На кисточке остается немножко пигмента, поэтому, в общем-то, можно совершенно спокойно проходить поверхности, на которых даже пигмента у нас не было. Стараемся, конечно, подлезать везде в какие-то места, где вот как раз сварные швы, какие-то выступы и так далее, поскольку именно там у нас наиболее активно будет скапливаться именно пыль. Да, вот так вот бывает отпадают детали, которые держатся на суперклее. Увы, суперклей не абсолютно надежно держит элементы, поэтому иногда отваливается. Ну, ничего страшного, прицепим обратно. Можно легонечко пройтись и по стволу, именно такой кисточкой, на которой совсем чуть-чуть пигментов осталось. И, собственно, все сушим. Ну вот, чуть-чуть башня подсохла. Видно несколько таких моментов именно от кисточки следов. Аккуратненько их растушевываем вертикальными движениями сверху вниз. С обратной стороны вообще все с первого раза хорошо получилось. Ну и верхние поверхности тоже осматриваем, нет ли где каких-то моментов. Но в целом их нет. То есть, здесь у нас совсем тоненький слой. Именно такая легкая пыль, которая покрыла танк. Ну, в общем-то, по основным вещам, я думаю, понятно. Аналогично мы покрываем гусеницу. Ну, там опять же, я думаю, что смысла никакого смотреть на весь процесс. Нету. И переходим к следующему этапу. Влажные пигменты у нас уже практически до конца подсохли. Вот опять же, здесь чуть-чуть я вижу немножечко какие-то следы от высыхания разбавителей. Буквально вот так вот поправляем. Ну и когда мы уже убедились, что везде нас все устраивает, переходим к самому финальному этапу работы по пигментам. Это нанесение чуть-чуть сухих пигментов. Значит, сухие пигменты нам нужны для того, чтобы добавить просто небольшое цветовое разнообразие. Будем использовать, соответственно, два вот таких вот песчаных оттенка. Возьмем салфетку для удобства, для того, чтобы они слишком не рассыпались. И аккуратненько, буквально в паре точечек, каких-то нерегулярных, мы находим, вот где мы хотим добавить чуть-чуть другого тона, например, вот здесь вот под башней можно чуть-чуть вот так вот разбавить вот этот вот холодный наш тон жидкого пигмента. Просто берем и вот так вот аккуратненько втираем. Да, тут вот на крыше можно тоже чуть-чуть подразнообразить. Ну, с обратной стороны, естественно, тоже мы, если на одной стороне сделали, то стараемся и на другой стороне тоже сделать, чтобы выглядело более-менее естественно. Буквально несколько движений. Опять же, если мы где-то видим, что не очень удачно легли жидкие пигменты, соответственно, это место можно чуть-чуть перекрыть сухими для того, чтобы сделать как-то менее заметными какие-то дефекты нашей работы. Можно на ходовую немножечко опять же тут накидать хаотичненько, то есть, чтобы показать, что грязь, по которой или пыль, или песок, по которому ехал наш танк, он не везде абсолютно однородный, чтобы были какие-то вкрапления чуть-чуть других цветов. По гусенице тоже вот он едет, там же не везде все одинаково равномерное, не одинаково все идентичное по цвету. Ну и с обратной стороны, с другого борта тоже добавим. если видим, что получилось слишком много, как, например, вот здесь, опять же, жесткой кисточкой вот так вот мы это все разгоняем, растаскиваем, чтобы убрать излишнюю какую-то цветовую однотонность. То есть, вот так вот разнесли, ну, чуть-чуть другие тона получили. Можно, кстати, здесь вот на корме тоже там на кисточке немножечко остается. если кажется, что недостаточно так вот сделать. Ну и второй цвет аналогично возьмем просто для того, чтобы не было у нас однотона, чтобы не было у нас скучно. Он чуть-чуть такой пожелтее, его совсем аккуратненько наносим, чтобы он не выглядел слишком пестро. Ну и опять же немножечко набрасываем где-то хаотично вот в ходовой части тоже, чтобы она чуть-чуть поинтереснее смотрелось. Ну и конечно тоже проходимся по гусенице, по тракам, потому что траки, наверное, самые неоднородные должны иметь у нас тон, потому что соответственно машина ездит и разные оттенки земли, грунта, почвы на себя набирает. В хаотичном порядке, в таком неком случайном немножечко это все распределяем. Ну, я думаю, что принцип понятен. Буквально здесь надо легонечко, то есть когда мы интенсивно работаем жидкими пигментами, сухие пигменты мы добавляем совсем по чуть-чуть, просто для того, чтобы добавить немножечко неоднотонности на танк. Пока я не убрал сухие пигменты, еще один момент я вспомнил. Вот сейчас очень хорошее время для того, чтобы при помощи сухих пигментов легонечко пройтись по шансовому инструменту. Это немножечко приглушит его цвета. Мы, в принципе, по нему уже слегка так прошлись, конечно, когда жидкие наносили, но жидкие неудобно растушевывать на шансы, поскольку легко его достаточно отломать. Поэтому, соответственно, вот так вот легонечко припыляем, притеняем, сдуваем излишки и, в общем-то, получаем, опять же, гораздо более естественный вид за счет того, что на фоне общей запыленности танка у нас теперь и шанец тоже чуть-чуть запылился. Аналогично можно пройтись вот здесь вот в районе оптики легонечко, чтобы ее припылить, чтобы она не выглядела совсем уж новой, совсем неестественной, но, с другой стороны, переусердствовать тоже не нужно, потому что за оптическими приборами и за световыми приборами обычно следят. Все, что нам осталось, это нанести следы от смазки. Нам понадобится кисточка, колонок, хорошая единичка или двоечка, жидкость, жидкость она так и называется, All-in-Grease Stain. На самом деле она уже сейчас, наверное, не производится, Миг Продакшнс, просто такая большая банка, что ее, наверное, на всю жизнь хватит, у меня, наверное, пока вот посюда только она ушла и то больше испарилась и выветрилась, чем реально ушла на модель. Поэтому ее хватит такой банки на всю модельную жизнь, но ее выпускают, я уверен, и АК, и АММИК, то есть большой проблемы тут никакой нету. Мы, опять же, смотрим на фотографии и находим места, где у нас выдавливает смазку из колес, но это обычно вокруг их оси и аккуратненькими такими движениями, тоже немножечко хаотичными, мы здесь наносим вот этот вот цвет. Процесс достаточно художественный, но, тем не менее, на фото прототипов посматривать тоже, конечно же, нужно, то есть крайне нежелательно делать потеки, смазки оттуда, откуда их физически быть не могло. Ну и, конечно, можно, опять же, делать где-то менее интенсивно, буквально там вот пару каких-то точечек, где-то можно наоборот, вот сейчас мы попробуем сделать побольше смазки, вот так вот нанесем, чтобы она у нас вылезала и на боковую поверхность, ну и вот примерно так. В общем и целом восприятие модели от этого, от этого и методики заметно улучшается, а сама по себе она очень простая, хорошей кисточкой вот эту жидкость аккуратненько наносим. Также при желании можно добавить, например, потеки топлива вокруг заправочных, горловин, еще что-то подобное, ну, я в данной ситуации делать этого не буду, поскольку у меня подразумевается танк вообще практически не ездивший, то есть, по идее, там сильно скопиться потеки топлива не должны бы. Ну, в общем и целом, всегда, опять же, можно посмотреть на фотографии и немножко добавить. Я думаю, что этот этап совсем простой и по нему никаких вопросов возникнуть не должно. Вот и закончилась работа над Стюартом. Очень рад я лично, что она, в отличие от FT, заняла не три года, а всего лишь три с половиной месяца. Я надеюсь, что я смог достаточно хорошо показать все те технологии, которыми я сам пользуюсь и что вы тоже, надеюсь, нашли для себя какие-то ответы на вопросы о том, как делать те или иные этапы работы над моделью. Конечно, не все удалось показать на камеру, но с другой стороны, с учетом того, что и так получилось 14 получасовых серий, я думаю, что информации более чем достаточно. Возможно, я когда-нибудь соберусь и смонтирую полные версии, в которых вообще будет ничего не вырезано, но, честно говоря, сомнительно, потому что я не думаю, что это кто-то будет смотреть, тем более, что мне кажется, основная часть информации все-таки доведена. Опять же, если что-то непонятно, задавайте вопросы, в конце концов, я могу сделать какой-то отдельный подробный выпуск, отдельный подробный мастер-класс на камеру именно по интересующему вопросу, то есть тут тоже никаких проблем нет, пишите в комментарии, я все почитаю, ну и, соответственно, если будет возможность или если будет заинтересованность в чем-то, то, конечно же, сделаю. Тут, я думаю, что понятно, что проблем больших не будет. Касательно следующего цикла, да, он будет, уже намечен танк, который будет сделан в цикле окраски на камеру. Единственное, что хотел бы сказать, я, в принципе, никогда не клянчу ни лайки, ни репосты, но все-таки по возможности, судя по тому, сколько я получил положительных комментариев, положительных отзывов в комментариях, и при этом, какое количество просмотров в итоге на сериях про Стюарт, мне кажется, что было бы неплохо, если бы вам самим понравились эти приемы, вы бы сделали бы репосты этих записей и помогли бы их увидеть, увидеть эти видеоролики тем, кто, возможно, о них не знал, но кому они тоже могли бы быть полезны. Но, опять же, это строго по желанию, если вы сами хотите немножечко таким образом помочь, даже не сколько мне, сколько своим коллегам по хобби. В общем-то, я думаю, на этом все. Если вам было интересно, если вы узнали для себя что-то новое и полезное, если вам понравилась сама модель, то ставьте лайки, чтобы быть в курсе новых выпусков, подписывайтесь на канал. С вами был канал Гармор Мастер. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok